Привет всем, с вами риэлтор Леха, агентство недвижимости Жилищный фонд. Сегодня мы находимся в Краснодарском крае, в городе Горячий Ключ, курортном городе Горячий Ключ. Мы будем смотреть сегодня дом 280 квадратов, двухэтажный, который расположен на земельном участке, 6,2 и у него есть 40-кубовый бассейн. Ну а дальше по видео расскажу. Обязательно поставь лайк данному видео, подпишись на мой канал, для того чтобы не пропускать такие замечательные объекты недвижимости в городе Горячий Ключ, курортном городе Горячий Ключ, который находится между Краснодаром и морем, прям посередочке. Удобно, выехал из города направо 40 минут и ты в Краснодаре, выехал налево час и ты на море. Ну что, погнали! Итак, двухэтажный дом, 280 квадратов, имеется вот такой бассейн, 40 кубов. По периметру у нас подсветочка, здесь у нас есть место для того, чтобы посадить какие-нибудь деревца или кустарники красивые, оформить. Вот там у нас находится техническое помещение, там ставится фильтр для бассейна и дозатор для того, чтобы автоматически контролировать ph воды и уровень хлора, для того чтобы ваша вода там в общем не белела, не зеленела или не портила, чтобы у вас была свежая и хорошая вода в бассейне. Это выход внутри, я покажу где он расположен и откуда. Далее у нас центральный вход портальный, такой вот сейчас покажу, очень интересный механизм и вот такая вот основная дверь. Газовая труба и там немножко есть место, где можно посадить какие-нибудь плодовые деревья типа яблони, груши, ну то есть большие там инжир, например. Также хочу обратить ваше внимание, что у нас итальянская черепица с очень интересными окнами, тоже вам внутри покажу как они регулируются, как они открываются и закрываются. Ну что, наш портальный вход. Отодвинули и мы заходим в дом. Это у нас кухня-гостиная, обратите внимание какая она огромная. Здесь у нас стоит такой величественный камин, причем с мангалом, он ведь там уже кирпичики ставили, пробовали, ну то есть проверяли, как это все работает, нет ли здесь дыма и всего остального, то есть не скапливается ли он в комнате, в кухне-гостиной. Сверху у нас плита перекрытия, то есть не деревянный пол. Вот, ну и начнем мы с самого интересного, это наверное техническое помещение. У нас есть одно для бассейна и есть второе именно в доме. Здесь у нас стоит вся разводка, здесь же будет висеть котел газовый, вся разводка электричества первого этажа находится здесь. Стоит два больших фильтра. Вот далее это главный вход, который справа от портального у нас находится. Это первый санузел, небольшой на первом этаже. Далее кухня-гостиная, просто огромная. Смотрите, какой шикарный камин. Да, не забудьте поставить лайк данному видео и подписаться на мой канал. Риалтор Леха, всегда с вами. Это второй санузел, здесь у нас находится разводка теплого пола по всему этажу, также есть электрощиток. Там закладная, сейчас мы попробуем свет включить. Вот здесь есть техническое помещение, можно складывать всякий хлам, ну или то, что вам может понадобиться очень-очень электро. Далее у нас получается спальня хозяйская, здесь огромная комната. И далее у нас очень интересный момент. Это выход к бассейну, который мы смотрели с вами с улицы. Давайте посмотрим его поближе. Далее света нету, поэтому покажу как есть. Это санузел. Ай, вообще ничего не видно. Ну-ка, может мы дополнительно свет включим. Вот здесь у нас получается уже все подготовлено под плитку. Это большой санузел. Это получается третий санузел на этаже. Вот, но либо из этого санузла можно сделать себе сауну. В принципе подойдет, выходы есть. Я имею ввиду вытяжка. Здесь у нас можно сделать либо раковину, либо душевую. Тоже обратите внимание, все предусмотрено. И далее здесь у нас тоже есть, можно сделать санузел и еще один санузел. Ну, то есть или разделить их отдельно, сделать закрытую душевую. Ну, допустим, если там открытая получится, будет здесь закрытая. Вот. Либо сделать здесь какое-то помещение, типа мини-гардеробной. Ну, а там, соответственно, поставить унитаз, а здесь будет душевая. Вот. А здесь будет сауна, баня, финская сауна. То есть тут, что вы захотите. То есть даже такие вещи предусмотрены в доме. Дом 280 квадратов. Ну, если вы обратите внимание, то тут нет такого, как вот, например, есть дома 100 квадратов и у них тоже там 3-4 спальни, как здесь, да, и кухня-гостиная. Но при этом спальни у них там по 12 квадратов. Да, здесь все спальни там 18, 20, 22 квадрата. Ну, просто чтобы вы понимали, что в доме площадь распределена грамотно. Нет такого, что большая часть уходит там на коридоры или еще на что-нибудь. И при этом спальни у нас сохраняются маленькими. Нет. Вот сейчас вы, когда в целом все увидите, вы поймете, как это все классно смотрится. Также хочу вас прояснить такой момент, что видео оно не передаст ну, того, что я вижу и как это я сейчас вижу. Да, сейчас мы поднимаемся с вами на второй этаж. Осторожно, период пока нету, чтобы не шлепнуться, не уйти напрямую со второго этажа на первый. Здесь получается спальня, это санузел, спальня и здесь еще одна мастер спальня. То есть внизу, который мы смотрели, там мастер спальня по факту получается. Гардеробная, санузел, баня и спальня. Вообще все в одном. Вот такая вот у нас спальня с своим санузлом. Вот, то есть у нас получается 4 санузла в доме. Можно даже 5 сделать. Ну, не думаю, что столько нужно. Здесь тоже уже все подготовлено под плитку. Пожалуйста, делайте плитку и у у вас готовый санузел. Окошко. Да, кстати, я обещал вам показать, как здесь открываются окна. Вот она, видите? Вот это ручка. Я сейчас попробую до нее дотянуться. Хотел показать, но, видите, у меня получилось только с прыжка с моим небольшим ростом. Вот, пожалуйста. Вот так вот открывается окно. И, в принципе, все окна на втором этаже спокойно так открываются. Теперь поднимаем его наверх. Оп! И окно закрылось. Так, это у нас получается вторая спальня на втором этаже. На втором она первая. Далее у нас еще одна спальня. Такая вот. Это, кстати, самая маленькая спальня получается. 18 квадратов. Здесь общий санузел для этажа. Тоже с прикольным окошком. И здесь спальня последняя. Тоже такая, видите, она как ниша сделана. И здесь выход на чердак. Также здесь проходит у нас дымоход. Вот, пожалуйста. Закрыли. Открыли. Что касаемо потолка, который переходит в стены. Да, кстати, смотрите, какой здесь вид из окна. Шикарный прям. Можно закрывать его гипсокартоном. Можно натяжным потолком. То есть, ребята, которые натягивают потолки, они умеют это делать. Делать его и с изгибами. Хотите матовый, хотите глянец, хотите черный. Допустим, над кроватью черный глянец, и вы ночью будете видеть себя. Жутковато, конечно, кому-то, а кому-то нет. Вот, также здесь получается пол уже залит. Помните, да, говорил, чтобы пока перила нет, самое главное, не уйти быстро на первый этаж. Что у нас здесь получается? Спальня, санузел, спальня. Потом здесь еще одна спальня. И спускаемся на первый этаж. Здесь большое окно. Многие не делают на лестничном марше никаких окон. Приходится ставить светильники и так далее. Что не совсем всегда удобно. Здесь они тоже предусмотрены. Раз, два. Здесь у нас мастер спальня с баней. Почему я и назвал ее хозяйской? Потому что она и большая, и здесь, пожалуйста, душ, санузел, небольшая кардеробная и баня. Здесь, конечно же, предусмотрена дверь. Можно ставить, можно не ставить. Это уже по вашему усмотрению. Вот. Почему удобно покупать дома в при чистовой отделке? Вы делаете ремонт под себя и используете те материалы, которые вам нравятся. Тут цветовую гамму, которую вы выберете, а не платите за чью-то готовую мечту. Вот. Тут у нас получается еще один санузел. То есть можно его, ну как санузел, здесь только под унитаз получается сделано. И техническое помещение, в котором, соответственно, газовый котел и все остальное ставится. То есть, почему важно иметь в доме котельную? Там ставится хорошая дверь и она безопасна. Безопасна. Плюс там стоят все датчики на определение, утечки газа и всего остального. И у вас нет этого в доме. Нету это, как обычно делают, на кухне повешивать и все. Ну вот нафиг он там нужен. Вот с улицы у нас окошки. Здесь есть и обычные окошки. Вот окна двухкамерные все, то есть это хорошие теплые окошки. Здесь у нас наш бассейн, бассейн с подсветкой. Я имею ввиду с внутренней подсветкой. Вот раз светильничек, тут у нас второй светильник. По периметру тоже вешаются светильнички. Есть небольшие кубики для того, чтобы можно было посадить какие-то деревья или кустарники. Это выход с нашей мастер-спальни с первого этажа. И тут у нас техническое помещение, где мы ставим для бассейна фильтр. Видите, тут уже все под бассейн, с бассейна все выходы сделаны. То есть здесь ставится фильтр, который фильтрует воду и автоматический дозатор, который добавляет по мере надобности в воду хлор и по ашмину для того, чтобы у вас всегда была хорошая вода, в которой можно было купаться. Ну что, давайте подытожим. Мы сейчас с вами посмотрели дом 280 квадратов, который находится на земельном участке 6,02. У нас имеется бассейн 40 кубов дом с монолитным перекрытием между первым и вторым этажом. Также у нас итальянская черепица, двухкамерные окна, то есть это теплые окна, которые не пропускают, не выпускают из дома тепло и не пускают домой жару или холод, смотря какое время года у нас сейчас. Ну а с вами был риэлтор Леха, агентство недвижимости Жилищный фонд. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok